добрый день дорогие друзья я рада вас всех приветствовать на своем канале канале о вязании не только меня зовут ирина маркелова и сегодняшнее мое видео посвящено вот такому замечательному детскому пледу который я назвала голубые сны это название мне подсказала одна моя подписчица и я решила его применить к этому замечательному детскому пледику вот если смотреть вот так издалека то его красота не передается полотно и полотно но если я поднесу вот так обратите внимание какой красивый узор вот очень красивый узор и сам пледик очень красивый сожалению камера не передает его оригинальный цвет может так немножко нет у него бирюзовый красивый цвет ушло у меня на этот пледик ровно 8 мотков совсем совсем чуть-чуть осталось от моточка 8 и я хочу еще связать шапочку но почему я снимаю без шапочки потому что мне уже завтра нужно его отдать потому что я завтра уезжаю и я не успею тогда снять видео потому что я завтра по ходу его отдам поэтому я решила снять сегодня видео без шапочки ну а шапочку манюсенькую может потом я вам покажу какую я связала мне осталось там закончить макушечку связать но опять же из-за нехватки времени я не уверена что я смогу все вместе это снять поэтому я снимаю вот как бы сейчас плед дабы показать вам его уже в готовности я сейчас перейду к столу чтобы рассказать подробнее как я его вязала каких он размеров и так далее итак моя хорошая я предварительно замерила этот пледик и он у меня получился метр на метр вот и я сейчас давайте расскажу еще раз предысторию для тех кто не слышал вязать я его начала по мастер-классу алены пара щенка когда я начала вязать я не захотела заморачиваться и решила поискать на ю тубе готовые мастер-классы но так как я их пересмотрела не один и больше всего мне понравился алюнин плед я решила остановиться на ее образце вот но когда я начала вязать я почему-то набрала 123 петли не знаю из каких таких соображений ну а оказывается там у алены по моему студент на до 119 по моему нужно было набирать в общем я сейчас уже не помню сколько там нужно было набирать но я там давала предыдущем видео когда я рассказывала про этот пледик ссылку на сайт ален на канал алены и вы если захотите сможете найти это видео и пройти по ссылочке на ее канал и посмотреть она там подробно рассказывать как вяжется узор как и делается расчеты и так далее я не буду обо всем этом вам рассказывать вы пройдите и посмотрите я просто немножко изменила свой рисунок потому что я уже провязала то есть на сделала набор а так как 223 петли очень как бы не не так просто набрать не это я его их пересчитывала по нескольку раз чтобы все было правильно я решила что я не буду перевязывать сохранила тот же узор которым пользовалась алена но я его и изменила в последовательности то есть у алены немножко последовательность узора другая я сделала у алены косичка и вот так узор вяжется но я еще сделала так что вот у меня косичка с этой стороны и значит вот здесь в этих рядах я сделала изменения то есть я уже сейчас не помню по моему алены здесь между этим узором есть изнаночные петли я не буду обманывать в общем вы если захотите зайдете у нее называется плед камелия как я уже сказала я свой пледик назвала голубые сны вот и вот я сделала такое распределение если вы захотите связать именно такой как у меня вам нужно набрать двести двадцать три петли и сделать распределение как у меня а именно вот я сейчас вам покажу то есть у меня идет в начале 8 петель которые я потом вязала лицевыми и в изнаночном и в лицевом ряду 2 изнаночных затем 6 петель которые идут у нас на косу дальше здесь у нас идет 2 изнаночных дальше идет 7 лицевых которые относятся у нас к рисунку вот такому ажурному я тут тоже немножко переделала немного не таких вязала как у алены вот и дальше 2 изнаночных здесь у нас так называемый рисунок рис на который я отдала 6 петель дальше идет опять 2 изнаночных затем идет 6 лицевых 2 изнаночных здесь у нас опять идет рисунок 7 петель дальше 2 изнаночных из этой стороны 6 петель который я отдала косе дальше опять 6 петель а вот здесь у меня уже 12 петель и дальше вот такое чередование идет то есть 12 петель потом коса между ними между косой изнаночные петли по 2 штуки 7 петель узора наши я так назвала их утрированно этот узор сердечки 2 изнаночных 6 лиц лицевых кассе кассе относящиеся 2 изнаночных и опять пошло повторение то есть один в один как здесь таких повторений у меня три и в конце в конце здесь у меня идет опять узор из здесь 6 рисунка риса 6 петель рисунка риса 2 изнаночные здесь 7 петель относящиеся к узору сердечки 2 изнаночных 6 петель которые относятся к косе и 2 петли изнаночные а дальше идет 8 петель которые все время провязываются лицевыми значит у меня как видите здесь утолчен утолщенный край как он получается в каш в конце каждого ряда вот здесь перед тем как нам провязать кромочную снимается просто петля не провязывая то есть просто и вы ее снимаете и провязываете изнаночную а когда вы переворачиваете на лицевую вы провязываете ту которая была петля снята лицевой петлей и получается тогда вот такой утолщенный край который как бы имеет вид дополненности до завершенности с одной и с другой стороны вот так у меня получились мои края очень симпатично мне очень нравится они не растягиваются и очень красиво смотрятся вот как я уже сказала пошло практически 8 ма . а 8 ма . в это 400 грамм я еще не стирала и стирать не буду потому что я отдам хозяйки пусть хозяйка сама стирая для своего малыша в том моющем средстве которая которая будет использовать она ну и конечно я как уже я говорила я начала вязать шапочку шапочка совершенно простая на 60 петель на новорожденного здесь резиночка 2 на 2 дальше я провяжу лицевую гладью 9 сантиметров у меня будет составлять резиночка и лицевые петли а после 9 сантиметров которые я пряжу провяжу я разделю свои петли на 6 частей и буду убавлять в каждом лицевом ряду именно вот значит получается то количество петель которое есть разделю допустим к примеру у меня 15 я буду провязывать 14 15 и так далее потом следующий ряд лицевой значит один буду провязывать я же вижу по кругу до буду в одном убавлять а следующий ряд буду провязывать прошу прощения за шум на улице такие у нас мотоциклы тут есть и вот следующий я буду провязывать уже у меня получится 14 15 следующая убавка будет 13 14 и так далее пока я не убавлю все петли вот думаю с шапочка здесь понятно она будет вязаться по принципу шапки бенни ну вот вот вся информация которую я хотела вам дать по этому пледику каждый кто захочет связать он с легкостью сможет связать потому что я думаю что я подробно рассказала и опять же еще раз повторюсь даже просто можете в поисковике вбить алена пара щенка плед камелия и там она подробно рассказывает как вязать как распределять и так далее и вы сможете связать такой красивый пледик я наверное только еще не рассказала с чего я вязала и какими спицами значит вязала я из ниточки yarnart джинс я думаю все знают эту пряжу color 33 значит 55 процентов катон и 50 и 45 полиакрил и в 50 граммах здесь 160 метров вязала я на спицах троечка вот ну и теперь уже я думаю что я вам дала самую подробнейшую полнейшую информацию на этом я закончу свое видео приглашаю вас связать тоже такой красивый пледик если у вас есть в этом необходимость и я желаю всего вам самого-самого наилучшего здоровья хорошего настроения легких петелек творческого вдохновения и до новых встреч до новых видео с вами была ирина